Я решил запустить пару эфиров тематических, которые мы проведем следующие, наверное, несколько недель, пока все сидят в карантине. Ну ладно. Значит, Кубанская Рада. Прежде чем, наверное, про адыгов говорить в Кубанской Раде и в Кубанской Республике в гражданскую войну, я предлагаю немножко так и в историю назад вернуться и понять вообще, кто эти люди, почему они в эту Раду в будущем попадут, скажем так. То есть это же неспроста, не простые, скажем так, люди туда попали. Дело в том, что у адыгов была в Екатеринодаре своя сформировавшаяся элита в начале 20 века. Это люди в творческой профессии, это люди, связанные с общественно-политической деятельностью. И они себя проявили достаточно давно, задолго до революции, в начале еще 20 века. Ну, наверное, первым из них, о ком можно так говорить. В общем, смотрите, как получается. У адыгов, их же было не очень много в городе до конца 20 века, в общем-то, в Екатеринодаре. Поскольку все в сельской местности в основном были. И получается, что изначально какой-то большой такой элиты не было, да, были там, ну, торговые люди были, конечно. А именно в городе маловато было людей, таких профессионалов. И, значит, первым, наверное, кого можно отметить, кто начал этот тренд переламывать, ну, помимо Люд Рахова, всем нам известного предпринимателя, на общественной стезе, это был Сефер Бесиюхов. Изображений ему маловато, там в основном они такие, знаете, рисованные, скорее, такие, позднего характера. А вот сам по себе Сефер Бесиюхов, он происходил из аула в Гуаше-Хабль. Сиюхов, как вы понимаете, кто знает, это такая, вероятно, я так понимаю, абадзехская фамилия. Ну, Сиюховых я, по крайней мере, потомков встречал в Кашихабль. И, значит, Сиюхов, он, несмотря на то, что из обычной крестьянской семьи, его отец отправил в свое время в майкопскую горскую школу, была такая специальная школа имперская, для горцев именно, так скажем, в общем и целом. И в ней он отучился 4 года, но ее прикрыли, и он тоже, в принципе, не очень-то мог там долго находиться, потому что у него средств не очень хватало на жизнь там. И потом он переместился в Краснодар, в Краснодаре отучился еще в превышколе, и его взяли в аул своей родной Гуаше-Хабль, где он, скажем так, работу писарем начал. Вот он тогда в меморах своих пишет, что вот эта работа, она была очень тяжелая, очень сложная, муторная, но она научила его видеть людей, как бы так он сказал, да, то есть видеть жизнь, видеть то, что происходит. Он тогда впервые начал осознавать, насколько проблематична жизнь именно в аулах, в плане того, что люди очень бедные, очень малообразованные, и это очень сильно тяготит общество, и нужно что-то с этим делать, потому что нужно повышать уровень образования, бороться, школы строить. И вот Сиюхов первый об этом стал писать активно в газеты, выступал по возможности в разных, ну, на разных таких собраниях. И вот к 908 году часть его вот этих вот работ, часть его писем, она была принята на вооружение образовавшимся тогда, скажем так, еще пока неофициально, черкесскому благотворительному обществу. Тогда же первый черкесский вечер пошел в Екатеринодаре, когда пострадавшим на потоп собирали средства. И вот там, да, Сеферби Сиюхов впервые заметили, и вот небольшая такая торговая община черкесская в Екатеринодаре задумывалась, что надо как-то вот, наверное, взять это на вооружение. И получается, что Сеферби Сиюхов первый такой общественно-политический деятель крупный, который в будущем войдет вот в эту раду. Ну и Черкесское благотворительное общество, собственно, которое в 12-м году официально было зарегистрировано и начало работу по постройке, ну постройке организаций, скажем, школ, курсов, повышения образования населения. Вот там начала формироваться та элита, которая в будущем войдет вот как раз в Кубанскую Раду. И можно даже, наверное, и перечислить некоторых из этих людей. По крайней мере, мы точно знаем, что 7 из 8 участников будущей Кубанской Рады, Кубанской Народной Республики, это как раз представители этого общества. Мы по ним, в общем-то, по суду, наверное, пройдемся, так будет проще. Но я их перечислю сейчас, и мы поговорим чуть подробнее. Значит, это точно известно, это был Пашабек Султанов, Шимаха Коцов, Сман Гатагогу и Мурат Гатагогу, Каспалет Улагай, Шахим Султан Гирей, вот, собственно, Сефер Бесиюхов, о котором я упомянул, Кучук Натырбов и Айтек Номиток. Большинство из них в те или иные годы, они изначально пришли вот в это общество и ту или иную роль в нем сыграли. И вот когда началась революция, Кубанская же рада как образовалась? Она изначально именно казачество ее оформило, то есть там как бы посторонних и многородних особо не брали первое время там. А вот это, получается, начало 17-го года, а к концу 17-го года расширили, и в ее состав там была еще Кубанская Законодательная Рада, полноценное правительство, да, и туда уже встали вовлекать также иногородних. И, как это писалось, не из казачества, скажем так, да, инородцы-то это называлось. То есть это город, собственно говоря, адыги в основном. Вот 8 человек туда вошло, в эту раду. Интересная история с самим Сиюховым, как-то так странно получилось, там загадка, почему он туда вошел, потому что на самом деле он был такой, немножко такой про-большевистского настроения всегда. И его же даже Деникин хотел расстрелять, потому что, ну, за его агитацию, в свое время, когда вся эта вот гонительная началась, в 17-м году, Сифер Бесюхов в аулах агитировал, но он параллельно занимался разработкой учебников адыгского языка и как бы агитировал там. Его приказали арестовать и казнить, но он скрылся по горах, счастью, у своих участников, там, кстати, Ибрагим Цей с ним был, и писатель такой адыгский известный. И Сиюхов прятался, и потом за него вступились жители аула Габукай, которые вышли с ходатайством Деникина, попросили его простить, его помиловали в итоге, старейшины заступились, и как-то через время появляется он уже в Кубанской Раде, вместе с другими участниками. Хотя сам по себе человек необычный в том плане, что вот идея вот эта вот с образованием, она, в общем-то, давлела над всей его жизнью. То есть он и при царской власти, и в революцию, и после прекрасных, он практически всю свою жизнь потратил на то, чтобы строить школы, обучать людей, разрабатывать учебники. То есть у него вот эта идея фикс была главная, а не политическая. И вот осенью, когда, значит, образуется широкая рада, это расширенного состава, в нее входят эти восемь участников, значит, и они начинают разрабатывать, что-то такие компромиссные варианты устройства, в общем-то, этого вот Кубанской этой республики, потому что там нужен был компромисс между, в основном, казаками и нагороднями, которые постоянно вот, они боролись за землю, у них постоянно стычки были, и именно по этой причине так долго туда входили адыги, в эту раду, потому что адыги первоначально не симпатизировали ни одной из сторон, то есть они старались, держали нейтралитет, у них были интересы такие вот, ну, как бы за местную власть региональную, но без, скажем так, выступления за одну из сторон. И, ну, какие-то, конечно, были за красных, какие-то за белых, но в основном нейтральные. И получается, что долгое время они не хотели выступать, был даже съезд в Хакуринахабле, еще в 17-м году, на котором выступил брат Айтека Намитока, вот я упоминал его уже, мы о нем еще поговорим, такая яркая фигура. У него был брат Айдамир Намиток, вот он выступал на этом съезде, значит, убеждая адыгов не вступать ни за одну из сторон, то есть придерживаться нейтралитета, иначе, как бы, сделают крайними в этой борьбе. А хотя сам Айтек Намиток, он выступал за Кубанскую Раду все-таки, потому что тут раскол такой есть интересов семьи. Ну, про Айдамир мы там ничего не знаем, а вот про Айтека я еще и расскажу. И вот, как бы, говоря в общих чертах пока, в целом он в этой Раде, значит, со временем у Рады, она же как металась, сначала они такие были, скажем так, самостейники, которые хотели с Украиной вообще объединяться, при помощи немцев. Потом, значит, они начали вступать в конфликт с Зонским казачеством, в это время Горская Республика образовалась уже, это такая конфедерация государств горских, от Дагестана до Кабарды дальше не пошла. И с ними они там тоже, как бы, немножко в трениях были. Потом, значит, поменялась немного политика, когда у них прошло такое совещание, круг, когда они решили ориентироваться все-таки на Деникина, на белых, на их поддержку. И вот тут-то начались сложности, потому что Деникин-то, в общем-то, свои цели преследовал, у него не было никаких отдельных республик, такого понятия. он не хотел нам давать, не хотел давать им, как бы, самостоятельности. И Горской Республики тоже. А они выступали за то, что, ну, давайте поборемся с большевиками, а там решим, как бы, уже, что делать дальше. Ну, и на этом фоне мы вошли в конфликт уже с Деникиным, в свою очередь. Вот. И получилось так, что, как бы, в какой-то момент Деникина начала раздражать вот эту деятельность самостоятельно, это Кубанская Рада. Кубанская Рада, соответственно, и население стало раздражаться от белых, которые их набирали в свою армию, там, всячески их ограничивали. И итогом стало то, что Кубанская Рада выступила против Деникина. В общем-то, послали они делегацию даже в Париж мирную, в которой предложили признать независимость республики, Кубанская Рада. Там союз с горцами заключили, горская вот эта конфедерация тоже там просила признать независимость и даже получила ее от Турции. И на этом фоне как раз вот Деникина, как бы, так сказать, психанул, арестовал участников Рады, оставшихся в России, казнил часть, как бы, там, тех, кто был в правительстве, в назидание, и расформировал ее еще, разогнал ее все. И вот та часть, та группа, которая делегация оказалась в Париже в это время, они, в общем-то, вынуждены были остаться за границей. Так, в общем-то, бесславно и закончилась эта история. Ну и, чтобы более глубоко понять, в общем-то, суть этих событий всех того времени, я предлагаю пройтись вот по судьбам тех людей, которые участвовали, тех адыгров, которые участвовали в Кубанской Раде. Ну, про Сеферби Сиюхова я уже сказал, да, то есть он в саму Раду довольно поздно вступил, поскольку, в общем-то, его интересы всегда касались, в основном, образовательной деятельности. И он как-то так интересно получилось, что когда Раду разогнали, Сиюхов остался. И, видимо, вот эти симпатии к Красным каким-то образом его выручили, потому что его не арестовали. Когда Красные вернулись, он... Даже так его приметил Шахангирей Хакураты, который создатель автономии адыгейской был, лоббировал ее в Советах уже. И он его своим замом нанял в качестве министра образования. Вот совместно они, в общем-то, работали, совместные наработки использовали для того, чтобы, ну, скажем так, эту автономную область продвигать, расширять и модернизировать. Но там такая история странная, что, несмотря на какую дружбу, постепенно Хакураты Сиюхова начал отодвигать. То есть он его к 28-му году пересылает в Майкоп, ну, вот, как бы, поруководить в политехническом университете. Хотя Майкоп тогда еще не был столицей адыгейской автономии. В 30-м году он его пересылает вообще в Абхазию, в Сухуму, научным сотрудникам в музей. Там его арестовывают как турецкого шпиона Сиюхова. Значит, три года он проводит в тюрьмах. Потом его переводят в статус такого, как бы сказать, не заключенного в лагере, а рабочего заключенного, скажем так. Он работал на стройках Беломор-канала, потом Волгодонского канала, ну, как инженер получается. И пробыл он в этих лагерях до 52-го года. То есть большую часть второй половины своей жизни. Потом его выпустили, амнистировали, но на самом деле он там не очень долго прожил. Карценар вернулся и очень, конечно, сокрушался, что его вот таким образом, ему жизнь все сломали, хотя он вроде бы на пользу государства все это делал. Вот. И есть такая на этом фоне история. Ну, по крайней мере, я ее слышал от... На побережье... На побережье Мурдинтешев, кажется. Он писал книгу об некоторых деятелях, скажем так, шапсукской автономии. И он упоминал, что, возможно, вот как раз таких аккуратов был причастен к этой ссылке, что он ему сдал. По крайней мере, с Иисусом Негудчем такое произошло. Это такой деятель был, который на побережье адыгов пытался объединять. Ну, так радикально достаточно. И потом был сослан еще в 23-м году. Но, возвращаясь вот к истории Рады, среди ее деятелей один из самых высоких, одно из самых высоких мест занимал Пашабек Султанов. Я, наверное, сейчас попробую показать его вам. Пашабек Султанов. Вот он. Как писали, милый старик, так как-то его описывали, то есть, такой добродушный дедушка, то есть, ему на момент революции было уже довольно много лет. Он был заслуженный судья Екатеринодарский. Очень уважаемый человек. И вот Пашабек Султанов в один из периодов Рады занимал должность заместителя и председателя этой Рады. Там такой момент есть, что пять раз менялись главы. Вот когда был Лука-Быч председателем в этот период в Раде, вот тогда был он заместителем Пашабек Султанов. Но о нем сложно сказать что-то, потому что особо как бы он не отметился ярко чем-то. Он выступал, документы подписывал, на всех заседаниях был. Мы не можем сказать что-то такое серьезное о нем. Как и о его судьбе тоже не очень понятно, как она сложилась. Но есть мнение, что он все-таки успел в эмиграцию уйти. Вторым заместителем был как раз Шахан Султан Гирей. Его изображения, к сожалению, нет. Но вот он как раз таки отметился тем, что всех активно адыгов сманивал на сторону Кубанской Рады. То заседание в Хакури на Хабле в 17-м году, о котором я уже говорил в связи с Айдамиром, Номитоком. Там как раз таки с другой стороны оппонентом выступал Шахан Гирей, который уговаривал адыгов, что надо выступить на стороне белых, на стороне Кубанской Рады, но тогда еще пока они в отношениях нормальных, когда были, что вот это дело такое важное и от него будет в общем-то всем выгодом. Мы его тогда не очень-то на самом деле послушали. А так, вот такой несменяемый председатель. О том, кем он был изначально, не могу сказать, наверное, таких вот, как ни странно, мы больше знаем о людях средней руки, скажем так, в Кубанской Раде, чем вот о их заместителях, председателях. Председателях. Одна из самых ярких фигур это Пшимаха Коцов в том числе. Пшимаха Коцов это кабардинец. По происхождению семьи Коцовых такой довольно обширной. Сейчас я вам покажу. Вот он. Пшимаха Коцов из села Сармакова. В Кабарде он. Значит, Коцов выучился в Санкт-Петербурге на юридическом факультете, там же, где ай-тек на меток, о том еще поговорим. Престижное место было, очень престижное. МГУ сейчас практически, юриспруденция. Пшимах Коцов вернулся в Краснодар. Ну, скорее всего, по распределению тогда. Как юрист работал в городе он адвокатом. И когда началась революция, как человек уже уважаемый, с опытом он был принят в Раду, где правда, недолго пробыл, потому что буквально в первые же годы он совмещать начал свою должность с должностью министра МВД в Горской Республике. так называемая. Длинное такое название Союз Горцев Юго-Востока России. Там она переименовывалась несколько раз. И первоначально у них в этом союзе была вообще идея объединить все казачество, все горские народы, весь Кавказ, начиная от Дона до Астрахани и весь Северный Кавказ в один большой союз. Но союз быстро треснул, потому что интересы были у всех очень разные. В основном земля, земля это спор главный. И образовался только союз такой, Горцев так называемый, с центром Екатеринодара и в этот период он совмещал должности. Но когда Красные в первый раз в 17-е начале 18-го года начали наступать активно, они захватили власть в Кубанской области на этот период и перерезали получается сообщение между Востоком Кавказа и Запада, то этот союз переместился во Владикавказ. И там у них отдельная уже история их, как они там развивались, как менялись, у них были столкновения с терскими казаками, потом они объединялись с ними. Пшимаха Котцев в общем-то связал свою дальнейшую судьбу с этим союзом и практически наверное с 18-го по 20-й год он сначала занимал пост министра МВД, а потом стал вообще председателем всего союза на последней уже стадии, когда там все краху неслось. И вот именно он очень много времени провел в попытках переговоров с Деникиным, которые прамер на дух не переносил. Он пытался объяснить, что у них общая цель борьба с большевиками, а Деникин не хотел его слушать, потому что никаких независимых союзов и республик он не переносил в принципе. И просто в какой-то момент у них переговоры сорвались, и Деникин взял, сорвал с фронта войска и начал наступать на них. Просто когда вернул власть в Кубанской области, он пошел на восток в сторону Чечни и Дагестана и начал их громить по полной. И так в итоге бесславно закончила эта республика, ее выдавили практически, Пшимаха Косов вынужден был, до последнего пытался держать это все в порядке, но ничего не получалось и их выдавили в итоге в Азербайджан, они еще что-то вроде правительства возгнания у них было потом в Грузии, в Грузии его арестовали, но потом отпустили, думали, что он шпион. И потом он перебрался в Турцию. И в Турции уже первое время он там помогал иммигрантам, особенно из черкесов, очень многим, когда их уже окончательно выдавливали на последних этапах гражданской войны, вот кто в белом движении был. Потом он перешел на такую деятельность как журналистскую и адвокатскую. То есть он там продолжал юридическую деятельность, много писал об истории Северного Кавказа, борьбы за независимостью, есть его заметки, о коммунистах критически там назывался. И до 1953 года он там так и прожил. Жена у него осталась здесь, он там вынужден был выйти замуж, взять жены одну известную представительницу болгарского рода. Хаджи Мурат может не перебеспокоиться, что опоздал, потому что я это все записываю и кто не успел, во-первых, сможет посмотреть прямой эфир здесь в сторис в течение суток, а потом я его выложу еще в ютуб, так что спокойно там посмотреть потом на повторе. Значит, это Пшимаха Котцев из Кабардинцев. Кстати, у нас же из Кабардинцев в Кетеринодаре был еще известный Батерберг Шарданов, но он не вошел в Кабанскую Раду. Да, он был одним из участников черкесских благотворительных вечеров Черкесского Докторинского общества, зампредседателя, потом председатель после смерти Трахова. Он был довольно обеспеченный железнодорожник, кабардинец, дом Коваленко, где галерея, как раз его. Но он вот как-то не пошел в Раду. Интересный момент есть, тоже такой малоизвестный, что он же свой дом в 1906 году сдал в аренду мэрии, которая там галерею Коваленко держала, как раз таки, картинную. А в 20-м году, по-моему, или в 19-м, или в 20-м, он был в Екатеринодаре и хотел выгнать Коваленко и галерею из дома своего и передать дом под штаб Денекина. Но вот, видимо, что там пока переговоры шли, не успел, начали наступать красные, идеи это не свершилось. И Шарданов, как известно, он эмигрировал все-таки. В Лондоне в 20-м году, в 20-м году в Лондоне был замечен на свадьбе, на свадьбе Елены Бабич. Это дочка последнего наказнового атамана Кубанской области, которого большевики убили в Пятигорске. Но, возвращаясь, в общем-то, к нашим адыгам именно в Кубанской Раде, еще одна яркая фигура, о которой нельзя не сказать, айтекнометок, он уже у нас прозвучал несколько раз. Айтекнометок, в общем-то, известен как этнограф во многом. Благодаря, скорее, своему труду. Труд этот называется «Происхождение Черкесы». Труд этот он написал во Франции, на французском языке, и его перевели в 32-м году, подождите, он издал его, в 90-х годах его тут перевели на турецкий, только недавно он у нас появился. Но это поздняя эпоха, скажем так. Айтекнометок изначально это такая очень такая необычная фигура, знаете. Он происходил из-за ула Панижукай, и довольно в раннем возрасте его отправили учиться в Петербург на тот же самый юридический факультет в Ильпшимах Коцово. И тут странная штука такая. Он там учится, ну, молодой, да, парень, скажем так. И как раз застает во время учебы вот эти волнения, и начинается революция в 17-м году. И почему-то его, 25-летнего молодого парня, подтягивают провести переговоры с дикой дивизией. Дело в том, что тогда Корнилов свой мятеж устроил, пытался захватить власть, временно правительство. И как раз таки он пытался втянуть дикую дивизию в свои полки, вот в эту свою авантюру, так сказать. И это экономинтока послали переговаривать, убеждать дикую дивизию не выступать за Корнилова. А ему как бы 25 лет, юрист, почему, не уйдет, казалось бы. и да, ему удается убедить, но там не один, конечно, был, там еще были представители, но сам факт, что он убеждает дикую дивизию, потом оттуда вместе с остальными возвращается с белыми в Екатеринодар, где занимает в Кубанской Раде достаточно серьезный пост, то есть он становится одним из министров, точнее министром юстиции в Кубанской Республике. На что, в общем-то, из-за чего возникла такая версия, она такая немножечко легендарная, но чем-то черт не шутит, да, слухи, что Айтек Намиток в общем-то был разведчиком, причем не простым, а двойным англо-французским, потому что дальше его судьба тоже интересно складывается, то есть будучи министром юстиции в Кубанской Раде, он на многих тоже туда втянул, потому что он в свое время еще до революции за последний год, в 16-м году успел поучаствовать тоже в черкесских благодоверительных вечерах, точнее в черкесском благодоверительном обществе, активную роль сыграл свою, его там знали, уважали, вот, и вот как раз таки когда Кубанская Рада вошла в конфликт с правительством Деникина, он, вот Лука Быч был председатель тогда, а он замом, министром юстиции, и они возглавляли делегацию, которая уехала в Париж на мирные переговоры, где переговаривала о независимости Кубанской Рады, и именно благодаря ему там они заключили с Горской Республикой союз. И вот как раз когда Деникин об этом узнал, да, они были одним из первых, кому запретили, они уже возвращались и уже в Турции, были в Стамбуле на обратном пути, когда узнали, что как бы Кубанская Рада распущена, а их должны арестовать, и они там остались. И вот на меток он вернулся в Париж, первые годы известно, что он с эмиграцией активные дела имел, пытался там организационные вопросы решать, иммиграция что-то еще была такая общая казачья черкесская, такая неразделенная кавказская, но потом быстро она по разным вопросам разошлась. И Айтайк на меток, посмотрев на все эти вопросы политические, что не получается договориться в иммиграции о каком-то согласии, в общем, что все друг с другом ругаются, окончательно перебрался в Париж и в Сарбонне стал учиться, получил в итоге профессорскую должность в Сарбонне доучился, до профессора филологии, стал преподавать французский язык и вот там он остался, в Турцию стал приезжать постепенно, там у него был комитет помощи горцев, который объединял их в Турции, вот эту диаспору, он очень подробно изучал диаспору, почему книга возникла, это как бы корни там общие исторические генетические черкесов высыхал он, потом, когда в Германии возник мусульманский комитет уже во времена рейха, скажем так, первые годы, он помогал мусульманам, но известно, что вытаскивал из тюрьмы многих во время Гитлера, вот, и в 30-х он перебрался окончательно в Турцию, там профессором именно французского языка и продолжил быть, так отсюда мы его уже и знаем как этнографа, вот, про то, что случилось с его братом, сложно сказать, Айдамиром, но не только, я вот честно искал, искал, но нигде не нашел информации, был еще один иначе представитель такой уже в возрасте, довольно такой известный в Екатеринодаре, это Каспалет Улагай, вот, кстати, на этой фотографии вы можете увидеть, статный мужчина, как видите, Каспалет Улагай, это такая история, Улагай же это род военнослужащих, скажем так, у них все практически Улагай, они все в основном служивые люди, из Метухайского горского полуэскадона, как правило, а тут вот как бы исключение получилось, Каспалет он пошел по гражданской линии, еще в конце 20 века обучился на чиновника по земельным и лесничьим делам, как лесничий ревизор, и постепенно, постепенно строил свою карьеру в Краснодаре, в Екатеринодаре точнее, к 1894 году ему удалось познакомиться с князем Михаилом Романовым, ну, за счет лесничьих дел своих романов приезжал в заповедник будущий, тогда еще его не было, охотиться на лосей, иногда на зуб, где вот сейчас биосферный заповедник, и он там был проводником на охоте князя, с князем они хорошо подружились, потом князь отдавал, скажем так, его ведение, контроль и управление своими владениями в Вардане, и постепенно, так вот, к 1905 году Касполет Улагай дорос до должности второго лица в Кубанской области по части лесничества вопросов лесничества и земли. Его дом на Рашпелевской, 10, находится по сей день. Там его часто путают с Сергеем Улагаем, но это разные истории, а не однофамильцы. Касполет к революции был уже достаточно такой обеспеченный чиновник, богатый, и его вы избрали в Кубанскую Раду, в том числе с точки зрения организационной. То есть, он обеспечивал продовольствием город, гражданскую войну, что немаловажно было. Он разграничивал земельные вопросы, по поводу которых постоянные трения происходили у казаков и иногородних. В общем, активную роль такую вел достаточно. в Кубанской Раде известно, что до последнего он там был, но вот точно как он эмигрировал не очень понятно, когда их распустили. Там же известно, что часть насильно выслали еще раньше Деникин в Турцию чиновников. Возможно, он в этой вот группе был. Точно мы знаем о его сыне Кучуке Лагая, который пошел как раз таки по военности опять. Кучуку Лагай к моменту революции уже имел ордена за участие в Первой мировой, в этой Первой мировой и русско-японскую успел захватить. И значит, когда началась вот эта война, он в Дикой дивизии служил. И именно из-за того, что он там служил, как бы получается, что с основными войсками он все боевые фронты прошел. Когда началось выступление Белых, у него случился конфликт с сестрой Фатимой Лагай, потому что Фатима вышла замуж за его сослуживца из православия, из казаков. И на этом фоне у них случился конфликт. И вот как раз они, когда эмигрировали через Стамбул, уплывали, они там разделились. Фатима со своим супругом бежали в Эквадор аж. А Кучук Лагай, он эмигрировал со всеми белогвардейцами с этой группой на вулканы. Долгое время они там бездельничали, в общем-то, делать им особо нечего было. А потом появилась возможность такая. Ахмедзог, албанский король, которого коммунисты до этого свергли, решил восстановить свою власть и нанял батальон. В том числе в котором был и Кучук Лагай. И они как люди достаточно опытные в военных действиях достаточно быстро разбили неорганизованную албанскую армию и вернули Ахмедзогу власть. Так он стал королем, а вот черкесы и казаки из того батальона, скажем так, в том числе Кучу Кулагай, они заняли очень хорошие посты в Албанском королевстве и вплоть до Второй мировой войны там себя неплохо чувствовали. И уже потом Кучу Кулагай перебрался в Италию, оттуда эмигрировал после уже Второй мировой войны в конце 45-м году тоже в Эквадор и там уже семья воссоединилась. Причем самое интересное, что в Эквадоре он был атаманом казачьей деревне. Почему так? Потому что в Дикой дивизии ну скажем так вообще в принципе в дивизионах того времени часто бывало, что черкесы вели казаков как черкесские офицеры и наоборот было. То есть там именно боевые качества ценились очень. И авторитет строился именно на этом. Часть белых черкесов переселилась в Стамбул, кемалисты их не ловили. Нет, на тот момент еще пока нет. Они довольно краткосрочно там были, они дождались разрешения на топирование и ушли в основном кто во Францию, а кто в эту, на Балканы. Вот с Касполетом да, улагаем, такая история была. А из служилых еще был Кучук Натырбов. Скажем так, ну, может быть, вы помните, недавно у меня был пост про одного из потомков Натырбова, который служил в ЦРУ и в 80-е годы под прикрытием у нас здесь работал и потом поехал в Адыге, нашел силу Натырбова и там свой дом. А вот это как раз потомок этого Кучука Натырбова. Натырбовы, да, это село такое под Майкопом и там аул точнее или селение сейчас, не помню, Натырбова. И там и родился Кучук Натырбов в 1879 году. Оттуда он практически сразу как вот призыв был, значит, он как и все семьи служил и ушел на службу, отвоевал на русско-японской, воевал в Первой мировой. Екатерины Натарь он был достаточно малым, но успел познакомиться например на первом еще вечере с своей будучей супругой, которая была актрисой в первом чешкесском вечере с Фатимой Шеретт-Луковой. И вот они потом уехали, долгое время по службе его мотало, он в Забайкалье был. Да, Мурат Натырбов спасибо, что напомнили, это вот потомок ассоциировал который. И потом получилось так, что к 17-му году они вернулись как раз вот разувалась Рада, Кучук в нее вошел, как вот такой опытный военнослужащий авторитетный и там тоже принимал участие вот в этой восьмерке адыгских представителей Кубанской Рады, но он не поехал со всеми в делегацию в Париж, когда их распустили, получается остался в Казани Ренандаре и как-то вот его миновало, наверное, такой гнев этого Деникина, он еще с белыми какое-то время оставался, воевал в их частях, потом, когда началось это отступление, у него как бы так поспешно случилось, что семья разделилась, то есть Натырбова с военнослужащими отправили на остров Ремнос, а семья Фатима с четырьмя сыновьями, с сестрами, женщины в основном и дети, они отдельно в Стамбул попали, и как раз таки эта семья воссоединилась только в Америке, то есть Фатиму заметили в Стамбуле, она продолжала там вечера проводить балы, несмотря на то, что мягко говоря и голодали, и много чего было неприятно, заметил их там в Рестоле этот американский посол, и пригласил в Америку, они уехали в Нью-Джерсию, образовались, там потихонечку там она швиёй работала, подрабатывала, деньги зарабатывала, а потом Натырбов туда тоже кучок перебрался, но он в 25-м году умер, семья большая осталась, и Натырбовы вообще стали, скажем так, первооснователями черкесской общины США, современный черкесский центр США в Нью-Джерсии, самый крупный, он именно имя основан, он основ Фатимой, которая его тянула со всеми, но тогда он ещё был как бы общекавказский, такой большой, грузины были и сейчас Северный Кавказ, вот, и получается, что как бы разбросало, то есть кто куда от всех представителей, вот, кстати, я вам не показывал ещё Айтекномиток, забыл, видно его там, Айтекномиток уже такой, это уже 30-е годы, довольно такой интеллигентный мужчина, и он же писал тогда, у него здесь записи, что я бы, говорит, ни за что не променял тихие улочки своего понежукая на шумные, шумные авеню Парижа, действительно, у них у всех была такая, такая, как бы, скорби, наверное, постоянная, вот это вот, что они вынуждены были покинуть свою родину. Что касается внутренних взаимоотношений, в адыгской ради, вот, например, сколько я не искал информацию, я нигде не видел ни разу, чтобы были какие-то у них трения между собой. Вот, как правило, такая, достаточно взвешенная позиция адыгской, вот этой части, она позволяла долгое время сохранять нейтралитет адыг. не выступая ни за ту, ни за ту сторону, а скорее, вот, придерживаясь интереса, как сказали бы сейчас, в региональной власти, да, то есть им не нравились ни красные, ни белые, ну, более-менее, вот, да, кубанская рада, вроде как свои, ближе к те, у нашей все. Потому что вариантов особо и не было, на самом деле, это в то время адыгов. Но, постепенно, конечно, радикализация происходила, потому что мы знаем, допустим, история с его носового ангабука и такие довольно грустные. Вот, например, было три, или четыре брата из гиреев, да, из ветки гиреев, из аула в Люсенхабле, тогда еще дворянский. Это, ну, как бы считается адыги, но это, по сути, потопки крымских ханов, очеркесившиеся. Все очень служилые люди, все офицеры. И Давлет Гирей, был такой султан Давлет Гирей, среди них, который в черкесских благотворительных вечерах самую активную роль играл. Он когда-то отслужил в каверийских войсках в Турции, потом в Россию вернулся, здесь служил, был и разведчиком, был там и таким высшим лицом, который отчеты самому императору писал о положении черкесов в Турции. И каждый раз, возвращаясь из Турции, он объезжал Европу по году, по два, просматривая, как там устроено с точки зрения образования, науки, как театра, и пытался применять это в Екатеринодаре. И вот Давлет Гирей, он как раз-таки из тех людей был, кто агитировал черкесов вступать в, ну, сначала к Деникину, который, когда союз у них еще был, к Белому, а потом на сторону Кубанской Рады. Но он в Кубанскую Раду так и не вошел. Самую. И вот он как бы такой, ну, за белых, вот прям, ну и все, больше ни с кем. И Давлет Гирею не повезло, что в восемнадцатом еще году, на первой стадии, да, когда Красный первый раз только пришли, в Кубанскую область, когда захватили власть, они его убили, казнили в ауле Габукай. Как раз так некрасиво получилось, что за него вступались жители Габукая, и как бы их тоже, в общем-то, Красный перебили, там резня страшная была. Также точно подверглись пыткам и убийству все его братья, это там Магомед Гирей, Султан Крым Гирей был, еще там четвертый, сейчас не помню точно, но не Крым, в общем, всю семью практически в один год всех поубивали. Вот, а если говорить о Крым Гирея, тоже известная наша фигура, да, Султан Крым 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 Гирей, это как бы не прямой их родственник, это такая параллельная ветка. Крым 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 как раз таки стал во главе Дикой вот этой дивизии черкесской, черкесского батальона, после их смерти, и он первое время сражался с красными, потом ушел вообще партизанить в горы, и в итоге мигрировал, ушел за границу, но он чем отметился, так Лыч-Гирей просто, когда немцы пришли в 30-х годах, он в кавказский мусульманский батальон записался и вместе с ним, вместе с немцами вернулся сюда. Ну, вот мы были сколько в аулах в Адыгее, все, кто знают о нем, помнят, он же Зуля по банку Лыч-Гирей, и говорят, что да, он приходил с немцами, но на встречах все подтверждают, что он как бы на черкесском языке местным жителям сказал, что вы как бы никаких дел с немцами не имеете, потому что мы здесь временно, говорит, и мы уйдем, а вам попадет все. но мы знаем, что Клыч-Гирей в итоге, когда война закончилась, его как военнопленного в Советский Союз военнопленного экстрадировал в Москву, и в 47-м году он был способником фашизму казнен на Большом Суде. Такая печальная история на самом деле Гиреевская. Что-то еще я хотел сказать. А, вот, и был еще один представитель, которого я не упомянул. Давайте сейчас еще раз пройдемся по лицам, которые участвовали в радио. Это у нас так, на меток мы упоминали с вами. Султан Шахин Гирей упоминали. Кучук Натырбов, Дабшим Ахакоцов, Пашабек, Султанов. Еще был Хубиев, Сиюхов, Лагайкасполет, Мурат Гатагогу. Мурат Гатагогу про него не очень много известно. Он я так понимаю из Лошинджийской происходил. Тоже отмечался в Черкесских вечерах. Так скорее как один участников направления. А вот интересная фигура Василий Гаджемуков. Гаджемуков по-русски, а так Хаджемуков. Это скажем так потомок бжедугских князей главных Хаджемуковых. Уже принявший православие Василия Николаевича. Потому что известно, что последний князь, который правил бжедугов, который в общем-то свою власть отдал Российской империи полностью как бы снял себя полномочия князя. Он принял православие и сына своего назвал по-православному. Поэтому у них русские имена. Вот Василий Гаджемуков он довольно активный участник Кубанской Рады. Потому что он в первых рядах везде, на всех совещаниях. он вступает в защиту особенно от грузов жедугов. И потом, даже когда они эмигрировали в 20-м году, и вот образовался в Турции кружок таких эмигрантов-горцев, которые защищали интересы горского населения в Константинополе, так сказать, назывался Национальный комитет освобождения горских народов Северного Кавказа. То есть они там предполагали, что будут биться. И это был такой широкий комитет представителей всех народов Северного Кавказа собирал в себя. Вот у них был главным генералом Бекович Черкасский от Кабарды. А Гаджемуков как раз таки от кубанских черкесов поступал в этом комитете. Ну были от Осетии еще там Ангушетии Дагестана и так далее. Ну с Гаджемуков имя такая история интересная. Они похоже все-таки во Франции остались, потому что пару лет назад мне писала женщина из Франции, которая говорила, что вот здесь есть престарелый уже мужчина, он с фамилией Хаджемуков он сейчас очень ищет свои корни и просила меня там связать с кем кто хорошо знает глубоко эту историю, кто мог бы их как-то связать или информацию какую-то предоставить. Ну тогда я помню как-то сложно получилось я только начинал тогда эту деятельность и помню с кем-то связал, но вот я сколько не искал не могу еще одна фигура Джемоков а ну и собственно Трахов мы упоминали Трахова Лю Трахов это же один из крупнейших меценатов и коммерсантов Екатеринодара который собственно и был председателем Черкесского благотворительного общества вечера я тебя устраивал с ним какая история значит он же умер в 14-м году но у него было два сына Мурат и Мурат скажу и Меджит не Гамит Гамит и Меджит Трахова они не выходили в Кубанскую Раду поскольку скорее всего насколько я понимаю как люди достаточно обеспеченные и находившиеся довольно на таких вторых ролях третьих даже в этих всех благотворительных мероприятиях они достаточно быстро поняли чем это кончится потому что семья это быстро продала свое имущество гнить его купцу и Мит и Меджит переехали в Турцию но там конечно все это прерывается вся эта история но при этом какие-то какие-то наработки свои они все-таки оставили здесь потому что тот же Сиюхов их использовал особенно недавно удалось найти даже фото их как оказалось они были известны но мы не знали что это они допустим на этом фотографии у нас как раз Гамит Трахов один из сыновей вот он второй один из сыновей Лют Рахова это вот на черкесском благотворительном вечере 14-го года фотография была сделана он был актером участником всего этого мероприятия вот кстати еще фото тоже это Даулет Герей известный который погиб которого Забукая убили так вот если сыновья Трахова и ушли то их-то подворье большое это осталось оно с ним такая штука интересная настолько был мощным меценатом Лют Рахов что подворье его на мира 30 по-моему 6 сейчас точно не вспомню ну недалеко от Суворова улица Мира оно стало неким таким центром адыгской культуры и жизни вообще в Кубанской области туда съезжались на хасы проводились общие кубанские там на праздники религиозные собирались люди ну вообще по любым вопросам приезжали туда сначала как вот знали что там вот если что-то нужен черкес он туда приедет и там получит то что им нужно плюс Трахов же держал за свой собственный счет большой фонд медицинский то есть любой житель аула мог приехать воспользоваться медицинскими услугами в Екатеринодаре все это плачево за счет вот этого фонда Трахова и поскольку вот оно такое ключевое значение имело для адыгов это подворье то когда случилась революция и после уже когда красные уже окончательно пришли в город комитет этого хангирея хаккурата адыгейская был с полком он хотел там свой центр сделать то есть адыгейская автономия хотела себе взять в качестве центра вот это подворье Траховское но там уже красноармейцы засели и даже через Москву они пытались этот вопрос решить но ничего у них не получилось в итоге здание центрально красно-гимназическое стало центром таким вот адыгейской автономии Траховское подворье просто стало жилым домом таким многоквартирным коммуналкой и одним из как бы помощников Трахова управляющей его который за владениями следил был Едыдж Гатагогу это вот как раз таки один из таких активных участников благотворительных черкесских вечеров и он же входил также в Кубанскую Раду но про него известно что он был еще и человеком религиозным то есть он в плане духовным лицом во улице он не только китайцей занимался но и он там служил как духовное лицо как имам проповедовал но в восемнадцатом году тоже погиб это известный факт видимо вот как раз сражения были основные между белыми и красными так что да не удалось ему спастись таким образом получается из восьми фигур у нас кто только Сефер Бесиюхов остался прекрасных про Паша Бека Султанов это раз мы ничего не знаем про судьбу Пшимаха Котцева ну мы можем под вопрос поставить ее ладно допустим вот Мурат Гатагогу сейчас давайте вот по этому даже списку пройдемся кто у нас да Султан Шахингирей мы не знаем что Паша Бек Султанов тоже Хубьев тоже Улагай тоже Мурат Гатагогу то есть пять человек вообще мы ничего не знаем Сиюхов остался прекрасных но был потом все-таки репрессирован Султан Шахингирей тоже и Кучук Натырбов Пшимаха Котцев Гаджимуков и Намиток четыре человека кто успели спастись скажем так и продолжили свою жизнь карьеру за рубежом вот таким образом их конечно жизнь распидала что еще можно добавить к этому всему что касается в общем-то народа вообще отношения народа народ поддерживал все-таки какое-то время эту Кубанскую Раду но недолго потому что знаете как история сначала никого не поддержали потом пришли красные люди как-то вот потерпели от них сильно стали выступать за белых потом пришли белые люди опять потерпели очень сильно от них начинаются реквизиции их пища имущество принудительные забор в армию мужчин и поэтому естественно были на этом фоне стычки с белыми стали против белых выступать потом за Кубанскую Раду Кубанская Рада в итоге всех разочаровала потому что у них позиция была как бы каждый сам за себя то есть у них слишком разные интересы там были и каждый раз они занимали выжидательную позицию то есть а вот посмотрим кто там из врагов сильнее будет белые или красные вот сегодня белые сильнее побеждают мы с ними завтра красные мы с ними и вот это метание туда-сюда людей просто очень сильно раздражало и почему зеленое движение очень развилось в общем-то в наших краях в общем ни к чему хорошему это не привело просто население в итоге приняло ту власть которая оказалась последняя последние пришли красными и красные да и случилось то что случилось плюс или минус это для адыгов тогда был но наверное можно сказать что больше и плюс потому что по сути население именно с красными действительно получило только полноценную возможность развития образования промышленности науки как бы благосостояние свое немножко увеличить и собственно получить автономию да которая сейчас республика стала при при белых бы этого всего и близко не грозило бы никому ни казакам ни адыгам никому и можно сказать что да в какой-то мере это сыграло на руку так ну у меня эфир сейчас заканчивается ну точнее не совсем прям заканчивается а я сейчас вижу осталось 20 секунд он у меня отключится я еще раз зайду отвечу на ваши вопросы и сделаю пару важных анонсов так что не уходите сейчас запущу заново эфир просто переподключитесь и так там был вопрос от Хаджи Мурата я помню один что кемалисты почему белых не трогали тогда черкесов потому что кемалисты чуть позже пришли как раз вот это вот вилка до мир до последний султан был османский поэтому все получилось удачно и они уже вовремя достаточно ушли но это с одной стороны а с другой стороны на самом деле очень многие остались и кемалисты далеко не всех выдавали большевикам смачно пью ну блин да не могу привыкнуть что у меня здесь микрофон сейчас подключил отпробую надо кофеек пить иначе уснешь так что получилась такая штука что многие как раз таки вели такую довольно бурную деятельность из белого движения в том числе черкесского комитета освобождения кавказа тот же Пшимах Козов вовсю там поласкал этих коммунистов до 50-х годов и никто его в общем-то не трогал поэтому Турция очень лояльна даже переграммалистов относилась к эмиграции понятно что кто-то у кого были проблемы те дальше в Европу ушли в Америку у кого сложно было хотя наверное скорее всего был узкий период короткий когда они пытались преследовать грузии того же Пшимах Козов арестовали полгода в тюрьме просидел в Батуме но потом грузины извинялись как бы как они говорили неправильно поняли немножко в принципе могу еще ответить по вопросам по судьбам по людям которых упомянул кубанскую раду если есть вопросы можете задавать если нет тогда я сейчас сделаю анонс пара даже анонс ну окей пока начну говорить потом если что отвечу на вопросы смотрите первое чтобы нам сказать повеселее провести время в карантине с завтрашнего дня я запущу интересную такую серию постов которые будут своего рода квестом игрой мы разыграем подарок парочку книг будет 10 постов ну как вообще их 20 будет то есть будет пост в котором будет вопрос на который нужно будет ответить и будет ошибка и в общем-то я буду по очкам определять то есть тот кто правильный ответ даст получит плюс тот кто первым даст правильный ответ получит до плюс и тот кто найдет еще ошибку в посте тот тоже получит плюс будет пост будет день потом на следующий день будет правильный ответ развернутый пост истории и правильный ответ на него и так вот 10 постов пройдемся с вами разыграем потом с победителем две книжки. Но я еще сделаю об этом отдельно. Завтра информацию, вы увидите, в первом посте будет чуть больше развернутой информации. В общем, поиграем в этнографический квест. Второй момент. Значит, в воскресенье, 18.00, в прямом эфире я запускаю чтение. Будем с вами читать редкие книги, которые здесь сейчас уже не купишь нигде, потому что их никто уж давно не издает. Я сделаю отдельный пост, где я укажу свои предложения по книгам, которые можно было бы почитать в прямом эфире. То есть я буду читать книгу в прямом эфире, будем ее обсуждать, будем комментарии давать. Соответственно, запись этого эфира я потом обрежу комментарий, чисто оставим аудиоголос и как аудиокнигу. Я ее опубликую в подкасте. Любой из вас может потом скачать и послушать. Ну, в качестве вот примера, ну, допустим, допустим, Лохвицкий и Громовый кул можем почитать и Поиски богов. Можем почитать с вами Султан Хангирея рассказы. Тот же на из Кучука, по которому ставились пьесы на черкесских вечерах. Нальбий Куйок там. В общем, те много. Есть предложения даже по революционной литературе Сочи зеленой между красными и белыми Вороновича. В общем, будем читать в эфире по главам, комментировать, обсуждать с вами те книги, которые сейчас достать уже нельзя, потому что их не издают. Будем, как говорится, кавказскую литературу посвящать. Первый эфир будет в воскресенье, напоминаю, в 18 часов. Ну, а список книг на выбор я опубликую завтра. Выберем все вместе какую-то по голосам. Ну и с нее начнем. И будут еще прямые эфиры, вот такие какие-то тематические. У нас там еще вторая тема была про культуры разные сельскохозяйственные, как они появлялись, как они оккультуривались, которые на Кавказе представлены. Мы о ней поговорим, наверное, в понедельник или вторник. Поговорим с вами. В принципе, возникали еще идеи кое-какие. Ну, в общем, темы можно предлагать. Вот про Сочи тоже, да, вот спрашиваете. Можно и, в принципе, пообсуждать что-то по прибрежной зоне, да, какие-то там по Этнагенезу, например, по истории. Можем обсудить, кстати, тоже тема классная. Это Шапсугская автономная область, которая была, да, переименовывалась в 20-е, 30-е и 40-е годы. Можем про нее поговорить? Ну, я предлагаю, если есть какие-то темы, которые вам интересны, вы можете их писать в комментариях. Ну, и я еще пост сделаю отдельно, а мы там тоже с вами пообсуждаем. В принципе, у нас времени впереди еще целая куча. Так что я готов эти прямые эфиры теперь часто вести. Будет интересно. И отдельно еще, скорее всего, в следующей неделе я начинаю сейчас свои экскурсии, которые я водил по городу, записывать в видео формат онлайн. Их можно будет точно так же на платном ресурсе зайти, как бы там оплатить и пройти эту экскурсию в видео формате. То есть, кто, у кого не было возможностей, может быть, а сейчас уж тем более, да, всегда в любое время, когда вам удобно, сможете открыть, загрузить и прогуляться. Я прям хорошую съемку со многих камер сделаю. Вот. Ну, наверное, такие три анонса. В общем, следите. Это посты и квесты, чтение книг и экскурсии. Так, давайте, да, обсудим сразу. Вот. Ну, Султан Калычгирей, про его лично судьбу, ну, в принципе, можем поговорить. Личность такая неординарная, конечно, весьма. Можем обсудить, в принципе, как тема отдельная. Прикольно будет. Про Сочи надо подумать. То есть, что Сочи, история Сочи, это будет. Либо про Убыхов поговорим. Надо как-то вот прикинуть этот материал, что было бы интересно. Можем и совместить, в принципе, в одном эфире. История создания кубанского водохранилища, наверное, вот прям на целый эфир у нас не потянет. Она такая достаточно скромная. Много не расскажешь. Это событие такое. Но можем попробовать. Даутуков Серебряков. Хокундоковым. Так, сейчас. Отец и дочь. Так. Да, блин. Она там у меня съехала. Ага, вот. Вот Шапсукский нацрайон. Да, вот. Я предлагаю его обсудить. Это будет интересно. На самом деле. Вот как давайте запланируем. Пусть будет третья тема. Поговорим еще про разные сельхозкультуры. Как их оккультуривали в мире. Да. И в том числе, как они на Кавказ попали. Ну, такие теории обсудим. Поговорим. И вот это будет круто. А потом третью, третья тема. И Шапсукский нацрайон сделаем. Ну, можно, в принципе, два-три эфира на следующей неделе пустить спокойно. В общем. Плэчгирей у нас есть. Так. Серебряков. Серебряков. Так. Ну, давайте. Я запишу сейчас эти эфиры. Хорошо. Я понял вас. В общем, тематика. Сейчас я даже запишу. Давайте. Тогда так сделаем. Пусть у нас будет эфир. Значит, вторая тема. Это у нас оккультуривание растений. Сельхозкультура Кавказа. Да. И третья тема. Это у нас Шапсукский нацрайон. Его история. В принципе, он у нас не очень такой крупный. Поэтому мы можем в Шапсукский нацрайон дополнительно, как бонусом. Там поговорим про строительство водохранилища. Да. Я пост обязательно сделаю. Все эфиры будут заранее. У меня посты будут. Будет время эфиров. Следите. Сейчас просто много. То есть будет каждый день идти пост в виде квеста с задачами. И в том числе и пост будет анонс проходить. Сразу скажу, что первый эфир я сделаю, скорее всего, наверное, во вторник вечером. Да, во вторник вечером в это же время в 20.00. Потом сделаем в четверг вечером. Ну, там вся неделя у нас выходной. Все сидят на карантине. Так что, что нам еще делать, в конце концов. Шапсукский нацрайон и Сочи, Убыхи. Ну, подумаем, что на эту тему можно сделать. Вот. Уже у нас четыре темы есть. А, Калыч-Гирей еще пятый. Калыч-Гирей. Серебрякова предлагаю добавить в тему Сочи, Убыхи. В принципе, Серебряков так или иначе связан с побережьем. Это его история. Что-нибудь поговорим. А, и еще. Как вам тема Черкесогаев? По городу, по Екатеринандару очень интересно. Черкесские армяне, в принципе, как они жили с черкесами, как взаимодействовали, как помогали, как участвовали в том же черкесском благотворительном обществе. Вот эти богатые семьи Магарсуковых, Тарасовых и так далее. Просто я так вижу по постам, что не все понимают, кто такие Черкесогаи и что это такое вообще за народ. Было бы интересно обсудить. В будущем, может быть, еще расширим и поговорим о греках, о румах, которые с черкесами тоже очень много общего имели. И Фрэнк Кардашах, это потомки, но их не сохранилось сейчас, это потомки этих черкесов-католиков, которые либо в католичество перешли, либо с итальянцами во всеми, посмешались еще в средневеках. Зачерки Сагаев тоже ставлю. Вот у нас уже еще пять прямых эфиров фактически. Вот сейчас мы обсудили с вами. В проекте Inside Travel, кому интересна еще чисто городская история Екатеринодара и Кубанской области, такая купечески городская, в проекте Inside Travel тоже будут, будет 10 постов с вопросами и ответами, да, вот этот квест пройдет там, именно на городскую тематику. Туда можете тоже там участвовать, в принципе. И экскурсии Inside Travel тоже в черке, в историю купечества предпринимательства Екатеринодара, они тоже будут в видеоформате выходить, мы их начнем снимать вот в ближайшее время. Так что онлайн рулит, как ни крути. Так, ну по книгам, по подаркам расскажу уже в посте. Ну и кстати по книгам тоже подумайте, если знаете какие-то книги, которые вам хотелось бы послушать в аудио формате и обсудить их по главам, прямо по очереди, можем тоже по ним подумать. Можете предлагать свои варианты, но это обязательно должна быть книга, которая не издается сейчас. То есть это, то что ее нельзя купить, чтобы у нас не было проблем с правами авторскими. Так, будут ли какие-то темы по казакам? Можем и по казакам сделать. Просто я не очень большой специалист по казакам-то, то есть я глубоко там что-то такое прям не расскажу, наверное, что в общих чертах это все знают. Я больше, наверное, могу рассказать о каких-то взаимодействиях, о куначестве, не знаю там, с казаками, казаки. Можно, можно, допустим, историю Гречишкина и этого Джамбулата Болотокова, которые типа как бы враги, как сейчас подают, а на самом деле они кунарки были, те еще близкие, достаточно. История благородная достаточно. Присутствует действительно фенотипы, это я согласен, особенно тухайцев. А, и еще, да, маленький анонс. Заканчиваю монтаж ролика в Афепсипе про приготовление черкесского сыра, адыбейского, как его еще называют, тоже снимали неделю назад, так что там тоже будет интересно. А взаимоотношения казаков и черкесов, и можно, конечно, но это такая очень такая богатая тема, там надо будет еще прям подготовиться. Ну, потенциально можно, конечно, попробовать. Мишени. Адыбов и черкесов. Отлично. Хорошо. Так, ну, вроде бы как бы и все. Книгу последней из ушедших я читал давно и несколько раз, в принципе, но читать ее в аудио я не буду, потому что она продается сейчас. Вы ее можете, в общем-то, купить, приобрести, и я бы не хотел, как бы, в некий конфликт пока входить с издателем и продавцами. Вот, если договоримся, отдельно прочитать ее можно. Ну, в принципе, пока еще никто не отменял театральных постановок, вроде бы как и перенесли на середину апреля. Может, все-таки у нас поспокойнее станет в середине апреля, без очередных переносов можно будет тем, кто в карстанаре билеты купил. Посмотреть именно спектакль по теме «Последнего из ушедших». Привет из Польши. Так, что еще? По, значит, по Хангире будет интересно. Нарис Кунчука прекрасная тема. Если мы ее почитаем с вами, вы поймете, как вот, как строился спектакль на черкесских благотворительных вечерах, о чем он был. Именно в четырнадцатом году в Екатеринодаре. Так, ну, вроде бы так, все, наверное. В общем, спасибо, наверное, всем, кто был в эфире. Следите внимательно за постами. Их сейчас будет очень много в ближайшее время, уже завтрашнего дня. Участвуйте активно. Обсуждайте, пишите комментарии. Этот эфир я сохраню. Он в сторис есть. И будет вторая половинка тоже в сторис. Он сутки прохранится. Я на камеру записываю все это, чуть обрежу лишние моменты и выложу в YouTube. Так что, если кто пропустил чего-то или зашел поздно, можете потом в YouTube я ссылочку дам. Зайдете, посмотрите полный эфир. Ну, и там можете в комментариях, если кто что-то вспомнит и какая-то идея придет в голову, можете написать. Я там отмечу себе. Все, до новых встреч, до нового эфира. Ближайший эфир у нас воскресенье в 18.00. Читаем книжки. Все, всем пока.